Казалось бы, ответ на вопрос «Кто мы? Откуда?» из области чистой теории. И все исследования далёкого прошлого – бесполезная трата времени. Однако, это не так. Сейчас вы узнаете по-настоящему удивительные факты, которые полностью перевернут ваше представление о событиях седой старины. Каждый из нас проходил в школе историю и знает, что славянская цивилизация моложе цивилизации, например, египетской. Но недавно археологи предоставили сенсационные данные, которые рисуют прошлое Древней Руси совершенно по-другому. Фактически, мы старше египетских пирамид, даже вот с этой точки зрения записанной, да, писали на бересте. В основном это всё утрачено. Ну, просто вот рукопись, что называется, сгорели эти. С другой стороны, легенды, предания, сказки, которые пересказывались из поколения в поколение на нашей территории, и, в общем, даже частично дошли до наших дней, они описывают во многом времена, значительно более старшие. Если вам кажется это выдумкой, можно рассмотреть доказательства. Невероятные артефакты, даже целый древний город, найденный на территории современной России. Эта загадочная история со всех сторон упирается в одни и те же вопросы, на которые надо дать ответ. Почему многие азиатские народы хранят легенды о светлокожих людях, неизвестной расы, которые творили чудеса? Какие тайны скрываются в древнем городе-крепости? И кто строил огромные каменные конструкции в разных частях Сибири? Кто же такие эти легендарные арии? Откуда они пришли? И куда делись? И кто в действительности является нашими предками? В последние годы Японию и Южную Корею накрыла волна новой моды. Молодые парни и девушки перекрашивают свои волосы в светло-русый, ярко-рыжий и платиновый цвета. Едва ли не половина звезд шоу-бизнеса и спорта стали блондинами. Откуда у жителей этих, да и других стран Азии взялась странная мода стараться быть похожими на европейцев? У многих народов Азии есть свои легенды, согласно которым они либо сами в далеком прошлом были белыми, либо жили под покровительством белых и светловолосых людей? Есть ли под преданиями научная основа? Или это всего лишь сказки? Приглядитесь, например, к бюсту великого завоевателя Тамерлана, сделанного знаменитым антропологом Герасимовым. Ученый признавался, осмотр черепа Тамерлана поверг его в шок. Он принадлежал человеку европейской внешности. Но Советская Академия Наук потребовала придать Тамерлану-завоевателю монголоидные черты лица, чтобы не противоречить официальной истории. Оказывается, полторы тысячи лет и даже тысячу лет до нашей эры на территории современного Казахстана монголоидного компонента в населении не было вообще. То есть до пришествия монголов предки нынешних узбеков, нынешних таджиков выглядели почти как мы с вами. Это знаменитая лауланьская красавица. Мумия высокой светловолосой женщины, найденная в пустыне Тарим на западе Китая. Ее возраст более трех тысяч лет. Там же найдено еще около трехсот мумий. И у всех европейская внешность. Кстати, и в китайских легендах есть упоминания о том, что предки китайцев были высокими и светловолосыми. Мы знаем, что в легендах Китая сохранились упоминания о динлинах, о бусунях, о хакасах, которые были рыжие и зеленоглазые, светловолосые. То есть понятно, что вот север Китая и вплоть до Тихого океана, он подвергся экспансии белого человека. В Японии до сих пор живут представители загадочного народа. Это айны, которых считают коренными жителями страны восходящего солнца. Европейские черты в их внешности прослеживаются достаточно хорошо. Светлая кожа, густая борода, прямые скулы, месистый нос, светлые глаза. Европейские черты в их внешности оказываются в самых невероятных местах по всему миру. Про Евразию уже было сказано, но везде они обзорно следили. Включая Японию, кстати. Если найти описание знаменитых древних греков, Александра Македонского, Пифагора, Аристотеля, можно с удивлением обнаружить, что все они были светловолосыми и голубоглазыми, как и почти все боги греческого пантеона, то есть совсем не похожими на греков современных. Дело в том, что древние греки считали своими предками жителей загадочного архипелага Гиперборея. Гиперборея – это была эпоха, согласно мифам и легендам, это была эпоха богов. На нашу землю пролетели боги. Пролетели боги с двух частей мира. Это созвездия Орион пролетели боги мужественные, мужчины. И созвездия Лебеди пролетели боги женские. Они создали людей, начали их учить жить и дали им двух существ на защиту – дракона и змею. Она находилась у нас, если с нынешней географией подойти, где-то в районе Соловецкого архипелага или Кузовского архипелага, то есть это, ну, Северная Леда и Таке, мягко говоря. И ушла под воду, действительно, поэтому скрыта где-то под водой. Греки называли Гиперборею колыбелью науки и искусства и указывали, что эта страна находилась где-то на севере, но погибла в результате природного катаклизма. Большинство серьезных ученых считают эти легенды обычным мифом. Другие убеждены – Гиперборея существовала реально и была колыбелью древних ариев. Арийская цивилизация – одна из древнейших и загадочных на Земле. Считается, что именно арии принесли культуру в Индию, Персию и Европу. Обладали даже по современным меркам невероятными технологиями и знаниями о Вселенной. Создали самую первую на Земле книгу священных писаний – Веды. В 1898 году индийский исследователь Вед Галгангадхар Тилак выдвинул так называемую арктическую теорию, в которой доказал – древние арии изначально жили на территории современного российского Заполярия. То, что арии пришли в Индию из севера – это абсолютно верно. Есть вопрос, с какого севера, да, потому что люди, которые являются сторонниками арктического происхождения человека, они говорят, что там был материк с горой Мэру, и в результате какого-то катаклизма он просто затонул. Арии переселились южнее, так сказать, на просторы Евразии, уже потом они оттуда пришли в Индию. Именно высоких светловолосых ариев принимали дикие кочевые племена за богов, ведь те, появившись из ниоткуда, поразили их фантастическими знаниями и умениями. Они обладали самыми передовыми технологиями, изготовлением железа. Допустим, в вооруженном военном искусстве – это катафрактарии, да, то есть всадник полностью закованный в броню, конь полностью закованный в броню, многометровое копье, выстраиваются, собственно, в одну линию, да, то есть они воевали с сомкнутым слоем, с троем, и представляете, такой металлический, полностью бронированный клин несется на врага. В 19 веке французы, а за ними и немцы, объявили себя потомками арии. Появилась даже так называемая «нордическая теория», в которой утверждалось их превосходство над всеми остальными людьми, чтобы доказать, что германский народ является высшей расой и имеет право захватывать соседние государства, Гитлер потратил огромные ресурсы. Были организованы экспедиции на Тибет, в Индию и даже на безлюдный Кольский полуостров. Это целая серия знаменитых пирамид Кольского полуострова, целая серия менгилов и дольменов по Кольскому полуострову, у побережья Северного моря, знаменитые лабиринты, соловецкие лабиринты, лабиринты Кузовского архипелага, знаменитый трон на Кузовском архипелаге, там трон гигантов, как его говорят. То есть это остатки той самой, самой древней цивилизации, от которой и исторически, и легендарно началась миграция народов на юг в связи с леденением и наступлением льдов, похолоданием на планете. Интерес у немецких приверженцев нордической теории к России возник давно. Желание найти древние арийские артефакты привлекало десятки авантюристов. По преданию, по легенде, на этом месте жил атаман Терех. Вообще было три брата. Терех, Иняка и Мелех. Вот атаман Терех, разбойник, очень жесткий, в павелонах на своем городке закопал сокровища. Их еще в 19 веке приезжали раскапывать, искать немецкие пасторы. То есть прототип Ананербе. Почему немцы так заинтересовались историей Рязани? Сейчас это тихий провинциальный город, Но в древние времена Рязань без преувеличения центр мировой торговли, куда стекались купцы из Скандинавии, Ближнего Востока и Азии. Арабские источники указывают, Рязань была одним из трех мест в мире, где делали клинки из дамасской стали. Прибыль у них при этом составляла примерно 1300%. Самые оборотистые купцы успевали дважды за сезон вот этот круг сделать, шелковый путь из Китая шел через старую Рязань. В районе Аки найдены более 2000 древних городищ. Вероятно, Рязань была частью легендарной Гордарики. Страны городов, как называли ее иностранные путешественники. Найденные здесь берестяные грамоты говорят, что местные жители уже в 4-5 веке знали письменность. Присутствие в женской одежде украшений в виде утины лапки говорит о том, что им был известен арийский ведический миф о сотворении мира. Кроме этого, народ Рязани отличался невероятной воинской доблестью. Немцы считали, что такими и должны быть настоящие арийцы. Каждый хотел быть вождем, каждый хотел быть бесстрашным. С щитами они не пользовались, это были обеи руки и воины, которые сражались копьем и топором. Женский костюм аутентичен, то есть характерен только для рязанищины. Обратите на такую черту, как скальп, притороченный к поясу. Ни одна девушка не могла выйти замуж, не убив врага, не сняв у него с головы скальп, и тем самым как бы доказав свое право на замужество. В 2003 году археолог Илья Ахмедов в местечке Спасская Лука, рядом с древней Рязанью, обнаружил следы древнего святилища по строению схожего с английским Стоунхенджем. Его возраст оценили в 4 тысячи лет. Это место защищено валами, причем валы устроены таким образом, они не замыкают пространство, они образуют ножницы. И в проходе между этими валами, ножницами, стоит древнее сооружение ведическое, которое было раскопано несколько лет назад, так называемый Рязанский Стоунхендж. При тщательном изучении выяснилось, что на этом месте было установлено 12 столбов. В центре стоял еще один столб, видимо символизирующий полярную звезду. И вот с этой точки представители этого рода давным-давно отслеживали движение звезд, движение планет, движение Солнца и Луны. Несмотря на все усилия историков Третьего рейха, следы пребывания древних ариев в Германии найдены не были. Зато собраны свидетельства арийского присутствия на территории Древней Руси. Язык, орнаменты, загадочные руины на пустынном Кольском полуострове все говорило о том, что арии прошли на юг именно здесь, оставив на этой земле частичку своей культуры. Арии, арийцы, ну, можно перевести на русский язык как благородные, славные, кстати, по отношению к славянам, да, но еще и светлые, потому что ар-яр, да, оно можно провести параллельно с богом Ярила и богом Солнца древних славян, которое было богом для всех этих народов, в том числе, прежде всего, арийцев, да. Вот, то есть это нечто светлое, это нечто обозначающее торжество добра, торжество божества и силы. Где же конкретно проходили маршруты древних ариев? Историк Александр Барченко, которого назвали главным оккультистом страны Советов, еще в начале 20-х годов отметил несколько мест расположения загадочных сооружений. Это дольмены, возраст которых не поддавался определению. Барченко был уверен, их построили именно арии. Смотрите далее. Тайна странных сооружений. Какие сакральные знания хранят дольмены на территории нашей страны? И почему их так много здесь? Как они связаны с миграцией древних ариев? И для чего предназначены гигантские мегалиты? Мы продолжаем расследование. Не переключайтесь. Дольмены — загадочные сооружения, которые распространены по всему миру. Ученые разделяют их на несколько типов. Одни сложены из гигантских каменных блоков, идеально подогнанных друг к другу. Другие составлены из нескольких огромных кирпичей. В многотонных плитах выточены своеобразные замки, что превращает это сооружение в единую монолитную конструкцию. Совершенно непонятно, как древние люди могли доставить сюда эти огромные каменные глыбы. Несколько лет назад местные жители решили восстановить несколько разрушенных дольменов, пригнали кран и попытались поставить каменные блоки на место. Даже с помощью современной техники выполнить эту работу не получилось. Бульдозером сделали проезд, загнали кран. Вот та крыша, которую мы восстанавливали полностью. Восемь тонн, потому что кран был с весами. Вроде бы там маленькая она. Восемь тонн. А та больше. Тонн двадцать, наверное. Плиты дольменов сделаны из песчаника. Сам по себе этот материал достаточно хрупкий. Как древние люди умудрились перемещать эти огромные плиты на большие расстояния и не повредить их во время транспортировки? И самый главный вопрос – для чего им это было нужно? Сейчас очень актуальна версия о том, что эти дольмены, они носят какой-то такой характер энергетических каких-то центров. То есть экстрасенсы, которые все помешаны на этих камнях, они считают, что там какие-то места силы, откуда и где концентрируется энергия Земли. И вот в эти отверстия нужно там что-то вставлять, там различные части тела, чтобы они подвергались какому-то целительству, например. Близко к этому теория о том, что это какие-то астрономические приборы, по которым люди древности могли читать карту звездного неба и таким образом ориентироваться в пространстве, предсказывать как звездочеты, будущее и так далее, и урожай, какие-то события, войны и так далее. Несколько энтузиастов-историков решили самостоятельно исследовать самые известные дольмены России. Задача – проверить или опровергнуть версию Александра Барченко о том, что они построены древними ариями. На основе археологических находок, сделанных во время раскопок дольменов, ученые с помощью радиоуглеродного анализа определили их средний возраст – около пяти тысяч лет. Может быть, эти дольмены – современники пирамид? Если египтяне строили их для погребения своих фараонов, может быть, дольмены выполняли такую же функцию? В некоторых дольменах находили следы захоронений конкретного периода, конкретных культур, в основном бронзового века. Но из этого не следует делать однозначный вывод, что дольмены строились именно как погребальное сооружение. Мы сейчас используем памятники по другому назначению древние церкви, точнее, в советские времена могли быть чем угодно. Жилые помещения превращаются в музеи. То есть это свойственно практически любой человеческой культуре. Такое вторичное использование древних объектов по другому целевому назначению. Больше всего известных дольменов находится в Краснодарском крае. Среди них совершенно уникальный. Он называется Волконский, полностью монолитный, высеченный внутри скалы. Огромный монолитный вот этот камень, и в него такое ощущение, что он горячий, вставлен размером с угловой мяч, черный камень. То есть видно, что туда просто вдавили. Как его вдавили, непонятно. Вряд ли люди, идущие по незнакомым местам в поисках новой родины, стали бы тратить усилия на сооружения огромных мегалитов, чтобы похоронить, пусть даже и очень важного члена своей общины. Возможно, дольмены использовались для лечения. Не случайно в стене дольмена обязательно делалось отверстие, в которое можно было просунуть руку или ногу. Нельзя исключать, что некоторые дольмены могли быть специальными сооружениями, в основе которых лежат неизвестные нам технологии. Давайте посмотрим, что же внутри дольмена. Первое, что мы хотели бы отметить, попадая внутрь дольмена, это акустика, которая здесь присутствует. Можно, собственно говоря, услышать. На задней стене орнамент имеет зигзагообразную линию по всей длине. На высоте приблизительно метр пятьдесят, метр пятьдесят пять. На остальных стенах орнамент немножечко отличается. Он полукруглый, и не совсем понятно его назначение. Дольмены в Краснодарском крае стали центром паломничества для многих приверженцев древневедической религии, неоязычников и просто любителей мистики. Считается, что здесь можно получить тайное знание о прошлом, настоящем и будущем. Мудрецы замуровались вот в эти вот дольмены, ну, магические обряды всякие провели, и получается так, что они не перевоплощаются, души их не до сих пор в этих дольменах сидят, информацию хранят. И все эти пять тысяч лет сидели. Местные жители утверждают, дольмены и вправду обладают какой-то особой энергетикой. У одних людей рядом с ними случаются истерики, другие впадают в эйфорию, третьи испытывают необъяснимый страх. Есть еще теория о том, что это были какие-то места, где собирались местные жрецы, так условно, если называть их, какие-то волхвы, как называют у нас на севере, которые решали там какие-то проблемы другого потустороннего мира, общались с предками, наоборот, с какими-то будущими людьми, с потомками с помощью этих камней, с помощью их энергии. Эта версия сегодня очень тоже актуальна, потому что именно там, в районе дольменов, все время происходят какие-то вот такие интересные события необъяснимые. Как правило, дольмен строили в труднодоступных местах. На горе Нексиас, что рядом с Геленджиком, еще до революции было найдено сразу 50 строений. К сожалению, часть их была уничтожена во время войны. Остальные снесли уже после, когда началась стройка. Некоторые ученые считают, что на территории современной России находится самое большое количество этих мегалитров. И связано это с тем, что по территории Древней Руси прошли на юг несколько потоков древних ариев. Возможно, этим и объясняются разные технологии в постройке дольменов. Их строили разные племена в разное время. Некоторые дольмены сложены словно из странного пластилина, который потом застыл и превратился в камень. Это монолитная отливка, это не кладка. И секрет этого, это так называемый, сейчас это по-модному, по-современному, современный пример, это племеро-бетон. Принцип его какой? Это берется естественная порода, гранит, известняк, неважно, растирается в пыль. Добавляется туда некий присадка, песок, что хотите. Делается арматура, опять какая хотите, металл, солома, палки, я не знаю, там чего, иву, и прутья. И вот тут самое главное, добавляется некий катализатор. Катализатор. Замешивается, как мы замешиваем бетон, заливается, и он застывает. Все, он застывает. Ну, а палубка? Дальмены действительно таинственные мегалиты, смысл которых еще предстоит разгадать. Вот только с научной точки зрения связать их с ариями, как был уверен советский исследователь Александр Барченко, невозможно. Но есть другие аргументы. Первое в мире материальное доказательство существования древних ариев, ставшее без преувеличения сенсационным переворотом в истории, появилось только в 1987 году. Невероятная находка археологов близ Челябинска. Настоящее открытие века. Как выглядели древние арии? Впервые можно заглянуть в глаза представителям легендарной цивилизации. Смотрите продолжение через минуту. В конце 80-х годов археологи Баталов и Мусин проводили осмотр безлюдных степей южнее Челябинска, отведенных под затопление при строительстве плотины. Там они нашли скопление необычных курганов, расположенных по определенной системе. Ученые были поражены. Их глазам предстало удивительное сооружение, состоящее из двух вписанных друг в друга кругов с перемычками между ними. Стало понятно, они нашли остатки древнего и неизвестного никому города Аркаима. Я вообще считаю, что Аркаим это величайший символ новой эпохи, духовный знак для русского народа. И он является собой символ возрождения духовного, так как это абсолютно конкретный, материальный, доказанный учеными факт, что наши предки имеют отношение к великой арийской культуре, к великой арийской традиции. И это наши корни. Все новое – это забытое прошлое. Уникальные вот эти артефакты, уникальные захоронения, которые показывают быт, жизнь наших предков. И, следовательно, если мы хотим жить здесь на земле стабильно, качественно, уверенно, мы должны держаться корней. Уже после первого знакомства с древним городом археологам стало понятно. Они совершили невероятное открытие. Значение этой находки для мировой науки трудно переоценить и можно сравнить только с обнаружением легендарной Трои. Арктическая теория о миграции древних ариев с севера на юг перестала быть гипотезой. Она получила доказательства. Впервые в мире найден настоящий, хорошо сохранившийся город древних ариев. И находится он на территории России. Южный Урал это было место обитания арийцев на достаточно длительном протяжении времени. Весь вопрос в том, когда это время было, то есть какой это хронологический отрезок и откуда туда пришли. В пределах легендарного города оказалось несколько захоронений людей. Судя по скелетам, ничем не отличающихся от современных европейцев. Антропологи по черепам восстановили облик жителей Аркаима, впервые в истории получив возможность увидеть лица тех самых настоящих, легендарных ариев. Если говорить о генетической составляющей, то мы единственные прямые наследники ариев, та знаменитая гаплогруппа H1-A1. Она единственная. H1-B1 и так далее, и так далее, и все остальные гаплогруппы, они уже вторичные. Мы генетические, прямые потомки тех самых первичных ариев, которые дали, скажем так, движение, толчок к созданию всех наций вокруг. Аркаим представляет собой крепость, состоящую из двух, как бы сказали сейчас, многоквартирных домов. Кольцевые стены и стены жилищ сделаны из бревен и глиняных кирпичей. В городе имелась ливневая канализация с отводом воды за пределы города. Аркаим, который является как бы прародителем всех русских городов по своей структуре, да, вот этой вот радиально-кольцевой, если вы на Москву посмотрите, она же тоже радиально-кольцевая, да, даже по схеме метро видно. Вот это вот как бы такая структура, которая имеет отношение собственно ко всем русским городам. Поэтому Аркаим, это без сомнения город, построенный предками русских. Археологи установили, что Аркаим построен примерно за две тысячи лет до нашей эры. Его жители вполне могли быть среди тех, кто создавал веды и заложил основы европейской цивилизации. Именно в этих местах были найдены, были изобретены колесо со спицами, например. До сих пор, до третьего тысячелетия это колесо было цельным, цельным, деревянным, как бы. А там, в районе Аркаима, считается, что изобрели колесо более легкое, которое потом повлекло за собой изобретение колесницы. А потом все это уже пришло в Грецию, в Рим, и вовсе не греки, и не римляне были родоначальниками вот этих вот летящих колесниц, которые потом на фресках Сахары, в Сахарских фресках в Северной Африке изображались в виде так называемого летящего галопа, то есть мчащейся, летящей буквально по воздуху лошади, и за ним, за лошадью прицепленные к ней колесницы со всадником, с воином, вооруженным копьем или еще чем-то, каким-то прощой. Но это все пришло с Южного Урала, то есть там может быть вот древняя какая-то прародина арийских народов, промежуточная прародина арийских народов. Архитектура Аркаима уникальна своей продуманностью и неповторимостью. Город поделен на две части массивными кольцевыми оборонительными стенами. Внешняя стена при высоте 5,5 метров имела 5-метровую ширину. Попасть в город можно было через 4 прохода. Во внутреннем кольце Аркаима располагались жрецы. Площадь использовалась для ритуальных тайных мистерий. В городе были жилые и рабочие помещения, в которых находились гончарные и металлургические мастерские. Археологи обнаружили несколько печей для выплавки бронзы и других металлов. Ученые запустили одну из них. Печь дала прекрасную плавку спустя 3000 лет после остановки. По всем признакам это древний металлургический комбинат, в который свозилась руда, плавился металл, и из этого металла выплавлялись орудия производства, орудия труда и орудия защиты, которые потом распространялись по всей территории. следы ведут с Аркаима в Средиземноморье. Нам маршрут этот известен, сплавление этого металла по реке Урал. Смотрите далее. Тайна наших предков раскрыта. Что умели древние Арии и на что променяли свои степи Южного Урала. Продолжение нашего расследования через минуту. В 30-40 километрах от уникального Аркаима, то есть на расстоянии дневного перехода, были найдены руины еще нескольких десятков подобных древних строений. Вся территория Южного Урала получила название «Страна городов». То есть Аркаим, находящийся где-то в центре этого организма, я не думаю, что это была столица, тем более, что не думаю, что он чем-то принципиально выделялся, потому что размеры Аркаима сопоставили вполне с современным стадионом. Даже, я сказал, меньше многих современных стадионов. Там жило достаточно ограниченное количество людей и, судя по обилию печей, это было скорее место проживания артели или рода, который выплавлял металлы. Я бы сказал, это был город Кузнецов, судя по, подчеркиваю, судя по тому, что мы видим. Кроме металлургии, древние обитатели Аркаима занимались астрономией и даже построили собственную обсерваторию, которая позволяла фиксировать 18 астрономических событий, 6 связанных с движением Солнца и 12 связанных с положением Луны. Скорее всего, эти данные им были нужны для того, чтобы ориентироваться в пространстве и правильнее выбрать маршрут на юг. В принципе, там могут быть два составляющих. Это только предположение, как арка, которая связана с понятием радуга, свет, вообще вхождение в теогоническое сакральное пространство и има, то есть первый человек, который, в общем-то, умер на земле и который указал всем остальным дорогу на тот свет. Может быть и такое, но это только предположение, потому что для того, чтобы уже с полным основанием говорить о чем-то, вполне возможно, потому что Аркаим это все-таки обсерватория. Понимаете, это то, что связано со звездами, то, что связано со звездным небом, то, что связано с изучением, в общем-то, Вселенной. Согласно ведам, на рубеже третьего-второго тысячелетия до нашей эры в Индию пришел белый народ, называющий себя Ариями. Высокие светлокожие чужестранцы сразу заняли в древнеиндийском обществе, благодаря своим знаниям и умениям, самое высокое положение. Когда я рассказываю индусам, непальцам, о Аркаиме, у них сразу же появляется желание посетить это место. У нас общепредки, это уже открыто, известно, абсолютно, даже научные исследования, у нас гены, та же гаплогруппа, крови и прочее, все даже абсолютно научно в это не надо верить, ближе народов нет. Еще рерихи в свое время были очень мощные интеллектуалы, великие люди, я вот ими очень сильно горжусь, мне приятно себя русским называть, во многом вот из-за таких имен, они, собственно, открыли людям с запада, восток, открыли Непал, открыли Тибет, открыли Индию, и они четко понимали, насколько близкое родство между Индией, Непалом и Россией. Прежде всего, санскрит, древний язык и русский язык имеют общие корни абсолютно, то есть, здесь даже доказывать ничего не надо. Примерно в это же время, то есть, в третьем, втором веках до нашей эры, арийцы приходят в Древнюю Персию, основывая там учения зороастризм. В священном трактате Овеста говорится, что пророк Зоро Тустро принес с собой из далеких земель мудрость, которая вскоре стала государственной философией. Они ушли не только в Индию и Иран, хотя большая масса, то есть, кавказская часть, она ушла в Иран, а южноуральская ушла в Индию, но дело в том, что мы же видим следы этой культуры не только в сторону в Индии, точнее, не мы, археологи видят, а мы уже анализируем их результаты, но мы видим продвижение этой культуры в сторону Сибири, южной Сибири и Горного Алтая, да, это же все прекрасно наблюдается. Одна из вещей, которая поставила исследователя Аркаима в тупик, отсутствие следов письменности. Или его жители не умели писать, что маловероятно, или записи погибли в огне времени. Этнолог Светлана Жарникова уверена, древние арийцы для письма использовали недолговечную бересту. В некоторых местностях Индостана, до сих пор традиция использовать бересту как сакральный материал для письма, а береза не является породообразующим на территории Индостана и есть только на высотах двух с половиной трех тысяч метров, то есть надо подняться в горы ободрать березу жакмона или березу полезную, иметь запас бересты для того, чтобы записывать запись о браках на бересте. Поскольку, поскольку, до 17 века, насколько я знаю, вообще считалось, что брак не будет в высшей касте законным, если запись о нем не сделана на бересте. спрашивается, где береза могла оказаться материалом для письма? Только там, где береза является породообразующей. А это единственная территория, наша с вами родина, где уже больше ста тысяч лет вообще существуют березовые леса. Открытие целой страны городов Аркаима, Синташты и других крепостей древних ариев на Южном Урале имеет огромное значение, так как поднимает вопрос, а действительно ли мы знаем свою историю. На нашей земле обнаружен первый в мире город древних ариев. Русский язык по своей лексике ближе всего стоит к санскриту. У славян и ариев одна генетическая гаплогруппа и Р1А1. Получается, мы часть одной древней цивилизации. Аркаим славное место, доказывающее, безусловно, древность нашей цивилизации, нашего народа. Я сейчас говорю не столько о русском народе, сколько, о народе в более расширительном плане. Я допускаю, что там жили наши общие предки, но таких Аркаимов было гораздо больше, чем один. Это всего лишь один из 200 известных, аналогичных городов, распространенных на этой, на этом плата, на этой равнине, которая, в общем, называется в обиходе страной городов. И этих города были самых разнообразных видов форм и формаций. Среди них были квадратные, треугольные, круглые и любых других мыслимых и немыслимых форм. Согласно учебникам истории, самые древние находки, связанные со славянской культурой, археологи датируют только пятым, шестым веками нашей эры. По мнению ряда ученых, некоторые артефакты, в том числе и аркаим относятся совершенно к другой культуре, более древней, как раз к тому, что можно назвать нашими корнями. У нас в России жили те же самые славяне, которые по праву могли тоже относиться к арийцам. То есть, на самом деле, это два понятия, они несовместимы. То есть, понятие арийской культуры, оно скорее не такое не этническое, оно даже, можно сказать, и не антропологическое, оно культурное в первую очередь, потому что арийцы это была общность людей, объединенных не только языком, потому что они даже не были объединены языком, у них были разные языки, которые потом легли в основу индоевропейского такого суперстрата, как говорят лингвисты, или субстрата языкового, который потом породил вот все это сходство, совершенно потрясающее сходство языков Запада и Востока. Ученые до сих пор не выяснили, почему жители оставили древний Аркаим. Город был сожжен, и археологи не нашли внутри никаких личных вещей. Возможно, жители сами подожгли город перед уходом, но почему они ушли и куда отправились? Смотрите далее. Кто на самом деле является коренным жителем Средней Азии? Откуда в Пакистане голубоглазые люди? Вся парадоксальная цепочка совпадений, которая приводит к логичному выводу. Не пропустите продолжение через минуту. Геолог Виктор Шведов, почти 20 лет проработавший в Таджикистане, убежден, что нашел там следы древних ариев. Это так называемые помирцы. Во-первых, что бросается в глаза, это они резко отделяются от населения долинных районов Таджикистана цветом волос, кожи и глаз. В чистом виде, вне гибридизиции, вне гибридизированном виде это светловолосые, русоволосые, часто рыжие люди с серыми или серо-зелеными глазами, с очень правильными чертами европейского лица. Это прямые средней длины носы, выдвинутые вперед подбородок. В общем, чисто такой, на первый взгляд, болтославянский тип строения лица. Вот, обратите внимание, девушка по имени Мадина. Разве так выглядят привычные нам уроженцы Таджикистана? Мамадина. Мамадина. седал, сэмфсам, авдасолая. Хавруган, зэннагикином. Хавруган, який, аз шутарин, через хор, точки стэнэн. Тарэфана, артизав, интересно, через джоэнэс. Ясто, тоузак, хацмашан, ядан, через галакуэн, хобапеевкуэн, галапи, Язык помирцев сильно отличается от языка остальных таджиков. Хотя в нем достаточно много заимствований из западно-персидского, что неудивительно, ведь народы живут бок о бок много веков. Базовая лексика помирцев часто ставит в тупик профессиональных лингвистов. На слух вернемся и опять к речи. Допустим, вот приведу такой пример. Если на языке таджикском 1, 2, 3, 4, 5, 5 это ягду, сёчор, пач, то по-памирски это будет звучать онду, трес, цавор, пинц. Даже вот на таком примере видно, что очень мало что общего между языками. Ну, как видите, счет явно не похож на западно-персидский язык, на западно-персидские наречия и ближе к группе романо-германских языков. На эту тему можно привести еще один пример. Допустим, снег по-памирски будет женыч. Точно так же, как на некоторых диалектах закарпатских языков. Очень характерно в этом отношении название поселений помирцев. Так, например, поселок Гофф и Пастгофф означает примерно то же самое, что и на германских языках. Это двор и нижний двор. Хлеб по-памирски обозначается словом горда, что, в общем-то, навевает некоторые аналогии с названием Древней Руси, гордарикой, как ее называли, ее северные скандинавские соседи. И в этом смысле можно, конечно, еще поспорить, что горда является производным от германских языков как в смысле города, или горда в смысле страны хлеба. По мнению историков, арийские волны миграции прокатились по Узбекистану и Таджикистану не так давно, около 12 века до нашей эры. Эти племена арийцев были первыми, кто освоил земли Средней Азии от Памира до Казахстана и остался здесь насовсем. У современных обитателей Памира, так называемых горных таджиков, у них есть такое народное поверье. Если вы хотите им понравиться, сразу спросите, а вот расскажи, я слышал, что вы происходите от Александра Македонского, его воинов, и они вас сразу очень полюбят. Но к Александру Македонскому они имеют отношения, потому что к тому времени, когда появился Александр Македонский, эта территория уже была заселена европеоидами. Лишь спустя тысячелетия коренных жителей арийцев потеснили персы, потомки которых сегодня стали основной группой населения Таджикистана и соседних республик. Долинное же население Таджикистана, которое мы сегодня знаем в лицо по многочисленным мигрантам, оно относится действительно к персидской группе, даже конкретно к западно-персидской группе, языковой и антропологической. Это действительно часть армии Македонского, который, так сказать, принял в состав своей армии после победы над Персией порядка 40 тысяч персов. Они составляли левый фланг продвижения Македонского и затопиковались в Таджикистане в поисках северного прохода в Индию, который так и не обнаружился. Там они расселились и дали начало, собственно, долинным народам Таджикистана. Следы древних ариев можно найти на всем пути в Индию. Когда-то они были первопроходцами этих земель, единственными ее хозяевами, а сегодня их потомки на грани вымирания. В Пакистане живет народность калаши, дальние родственники померцев. Хотя и их диалекты далеко разошлись, тем не менее антропологический тип у них совершенно единый. Также наблюдается единая общность традиций, культур, искусства и рели. В общем-то и религии. Это в основном либо исмаилисты, либо зороастристы. Тоже такая замкнутая группа. Они еще не находятся в стадии язычества. Их языческие чуры, они совершенно идентичны тем, что ставились и возрождаются у нас сейчас в неоязычестве в русском. Таджикистан – единственная страна, которая совершенно официально на государственном уровне считает древних ариев своими предками. Власти прилагают немалое усилие для того, чтобы каждый таджик знал о своем благородном арийском происхождении. На мне костюм богатыря Ария. Я горжусь своими предками. Исполняя роль стражника, я чувствую себя частью истории. Присоединиться к легендарной древней цивилизации хотели бы многие народы. Доказательства ищут археологи разных стран. Но пока все-таки самое большое отношение к Ариям имеют славянские племена, которые жили на территории нашей страны и которые впоследствии смогли создать объединение Киевская Русь. Впрочем, несмотря на сенсационный исторический материал, полученный археологами на раскопках Аркаима и который признан во всем мире, вопросов по тому, кто такие арии, больше, чем ответов. И самые неожиданные открытия нас ждут в ближайшие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...